Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Так, она из месткома. Женщина. Понимаете, Бубликов умер, а потом он не умер. Эта неприятность случилась с его однофамильцем в больнице. А позвонили нам, перепутали. А венок уже купили. Умрет ли он, еще раз, неизвестно. А цветы пропадают. Шура дергает их из венка из-под Бубликова. Делает букеты и дарит женщинам. Это я и сам посоветовал. Увы, не получается. Чего не получается? Я пришла в кабинет до рабочего дня, и букет уже стоял. О том, что Бубликов жив, стало известно позже. Не получается. Нет, не получается. Значит, моя версия ошибочна. Боюсь, что да. Так кто бы это мог сделать? Как вы полагаете? Вы так на меня смотрите, вы подозреваете, что это я вам приволок этот веник. Почему вы так говорите? Это не веник. Это прекрасный букет. И я подозреваю, что именно вы принесли его. Только у вас почему-то не хватает мужества признаться об этом. Нет, это... Смешно. С какой стати вы вообще меня подозреваете? Честного человека? Откуда такая мысль? Носить вам букеты? Почему? Положите же, вы считаете, что мне нельзя подарить цветы? Можно. Вам подарить можно. Просто для этого нужен какой-то этот самый... Как он? День рождения или 8 марта. Но я не собираюсь этим заниматься. Нет. Почему вы все время врете? Не надо. Я не вру. Не носил я вам букетов. Почему я? Что, я обалдел, что ли? Белины объелся? Простите, мне работать надо. Трудиться. Сначала вы приносите цветы. Нет. А потом приходите для того, чтобы оскорбить меня? Да. Не оскорблял. Соберите ваш веник обратно. Никому из сотрудников вы бы не позволили себе швырнуть в физиономию букетом. Неужели вы ко мне неравнодушны? Еще одно слово, и я запущу вас к графинам. Если вы сделаете графинам, значит, вы действительно меня того и этого... Уходите. Уходите сейчас. Сейчас. И не смейте являться ко мне в кабинет без вызова. Без вызова нет. Вам ясно? Мне ясно. И в неприемные дни извольте не приходить. Изволью. Если у вас есть ко мне какое-то конкретное дело... Никакого конкретного нет. То запишитесь у секретаря. Хорошо. А так просто не приходите. Никогда. До свидания, я к вам больше не приду. И не надо. Будьте уверены. Простите, ради бога, Людмила Прокофьевна. Всего хорошего. Это вам не прохотнует. Я больше не повторюсь. Где у вас дверь? Где надо там и дверь? Открывайте. А, вот. Всего хорошего, Людмила Прокофьевна. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Видно я. Ну а не вы принесли этот злосчастный букет. Нет, Людмила Прокофьевна, это действительно я. Ну, знаете. Да и хватит. Нет у вас ни стыдя, ни совести. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Зачем? Читайте, читайте. Вслух? Да, можно вслух. Дорогой, любимый мой Юра. Дальше читать? Да. Но ведь это очень личное. У меня нет ничего такого, что я должен скрывать от коллектива. Смотри, смотри, вон она. Смахлавка. А что в этих песках? Ты что, читала? Смахлавка. Там в моем кабинете окна заклеивают. А, значит, мой освободился. Шура, я прошу вас. Никому. Что, Шура, у вас ко мне какое-то дело? У нас ЧП. ЧП? Да. Лежо по уши втрескалось Самохвалова и забрасывает его любовными письмами. Откуда вам это известно? Вот их сколько. Каким образом попали к вам эти письма? Ну, Юрий Григорьевич мне их сам дал, чтобы общественность смешалась и защитила его. Дайте сюда. Нет, ну... Дайте мне. Она сама виновата. Ведь она могла свои чувства держать при себе. Шура, если память мне не изменяет, вы числитесь в бухгалтерии? По-моему, да. Вы это хорошо помните? Да, по-моему. Так вот, было бы очень полезно, если бы вы иногда, время от времени, занимались не только общественными делами, но и своими прямыми обязанностями. Вера, никого к нам не впускать. Представляете, Самохвалов передал мне письма Рыжовой, чтобы мы разобрались на месткоме. Гад какой. Да? А меня вообще сослали в бухгалтерию. Да на тебе пахать надо. Ну, вот что, Юрий Григорьевич. Ко мне попали письма, которые вы передали в местком. Я прошу вас... Должна вас огорчить. У меня иная точка зрения, нежели у вас. Я твердо убеждена, что такие дела надо решать без привлечения общественности. Вам легко говорить, Людмила Прокофьевна. Юрий Григорьевич, мне стыдно за вас. Я пытался образумить Рыжова, уговаривал и спросил. Между нами ничего нет. И быть не может. Терпение и так. Я пытался сделать как лучше. А вы его не имели. Обнародовать письма жестоко. Вы совершили низкий поступок. Неужели вы этого не понимаете? Какие глупости. Я знаю Олю, ее мужа, это прекрасная пара. Почему все время сплетничать? Юрий Григорьевич сам мне передал эти письма, чтобы мы разобрали их на месткоме. Я, между прочим, их читала. Юрий Григорьевич? Юрий Григорьевич? Да. На месткоме? Да. Идите вы! В бухгалтерию! Сумасшедший! И еще подальше! А я еще бесплатные путевки для его детей доставаю! Ну, ничего вырла! Ну, ладно. Разрешите? Я... Я еще раз с ней поговорю. По-доброму. По-хорошему. Я рада, что вы восприняли это именно так. Ну, вот и хорошо. Чего мне можно? Простите. Я брал у тебя взаймы 20 рулей. Когда? Хочу с тобой рассчитаться. А почему мы сейчас здесь? Именно сейчас и именно здесь. 15, 70, 80, 90, 20. Так. Так. Посчитай, пожалуйста. Да все правильно, все правильно. Нет, нет. Ты проверь. Сейчас проверь. Ладно. Все. Все правильно. Правильно, да? Ты что, с ума что сошел? Простите, Людмила Прокофьевна. Пожалуйста, продолжайте. Одно ваше присутствие. Ну, я этого так не оставлю. А вы дайте ему сдачи. А я ему дал сдачи. Но другим способом. Да-с. Докатились, товарищи Новосельцы? До чего я дошло? Драку затеваете в кабинете директора? Заместители директора. Неважно. Ну, вообще, вы правы. В следующий раз я поколочу его в вашем кабинете. Мало того, что вы врали. Трус и нахал вы еще и драчу. Да. Я крепкий орешек. Боюсь, мне придется заняться вашим перевоспитанием. Я вас очень прошу, займитесь. Я перед вами возьму. Я за деньгами бегала, я стояла. Я стояла. Слушайте, меня старуха сослала в бухгалтерию, но я оттуда вырвалась на свободу. Это мужественный поступок шел. Я, конечно, вам сочувствую, как женщина женщина, но ведете вы себя просто аморально. Я не верила. Сплетня меня Самохвалов посвятил. Я читала ваше сочинение. Что же это вы? Вы замужняя женщина. Больше того, вы мать, а пишете какие-то неприличные письма. Мой вам добрый совет, как добрый товарищ, бросьте это все, выкиньте из головы и вернитесь в семью, в коллектив, в работу. Так надо. А зачем он давал вам читать эти письма? Главное, что хотел посмеяться надо мной. Ну что вы, ему не до смеха. Он просто консультировался со мной. Как вам помочь? Я не сомневаюсь, Шура, что вы ему дали хороший совет. К струначере. Продолжение следует... Весь день я жду кого-то Без сна встречаю я рассвет И все из-за кого-то Со мною нет кого-то Ах, где найти кого-то Могу весь мир я обойти Чтобы найти кого-то Чтобы найти кого-то Могу весь мир я обойти Увы, хранящий любовь Неведомые силы Пусть невредим вернется вновь Ко мне, мой, кто-то милый Но нет со мной кого-то Мне грустно от чего-то Клянусь, я все бы отдала На свете для кого-то На свете для кого-то Клянусь, я все бы отдала Клянусь, я все бы отдала Проходите в комнату Проходите в комнату Присаживайтесь Я за одну минуту Не торопитесь, Людмила Прокофьевна Я вошел в комнату Чувствуйте себя как дома Располагайтесь Чувствуйте Да, располагаюсь Присаживайтесь Брэтьед Присаживайтесь Брэть Эх Чувствуйте КОНЕЦ Ну, что же вы научите? Мне все это не идет. Мне не следовало всего этого надевать. Я, конечно, выгляжу смешной. Если все это безвкусно, я могу снять. Не-не-не. Я, конечно, не умею всего этого носить. Вы красавица, Людмила Прокофьевна. Вам правда нравится? Очень. Ой, как я рада. Ну, давайте. Садитесь. Спасибо. Прошу вас. Спасибо большое. Будем ужинать. Давайте, да. Или вы сюда? Нет, нет. Садитесь. Пожалуйста, вот тут есть все, что... Можно я вам вина налью? Да, непременно. И себе тоже. И... Ага. Ага. Вот. Есть тут вино. Хорошо. Красное или белое? Или белое. Или белое. Но можно красное. Можно красное. Все равно какое вино. Большое спасибо. И себе. Давай себе тоже. Стоп. Давайте за что-нибудь выпьем. За что? Не знаю. Я не знаю. Ну, за что? Давайте, чтоб все были здоровы. Прекрасный тост. Рада вам понравился. Очень. Давайте. Давайте. Выпьем. Давайте. Пусть все будут здоровы. Пусть. Пусть. Ой, как хорошо. Хорошо. Немножко терковее, но я... Попробуйте салат. Спасибо. Большое спасибо. Он исключительно вкусный. Рыбу вот, пожалуйста. Это вам. Спасибо большое. Спасибо. Действительно, вы... Совершенно напрасно, но мне приятно. Дам конфеты. Да, я так и поняла. Спасибо. Можно я вам положу? Большое спасибо. Пожалуйста. Только немного. Вот. Зелени достаточно. Точно. Спасибо. Рыба, да. Но только немножко. Больше не надо. Больше не надо. Я записался к вам на прием. В будущую среду. Зачем? По личному делу. Ну так, зачем же мы будем ждать следующей среды? Мы можем все личные дела, вопросы решить сейчас. Если вы не возражаете. Нет, не возражаю. Прямо сейчас. Ну вот, да. Это только я не знаю, с чего начать. Ну, начните с чего-нибудь. Начните с главного. Прямо с главного? Ну, как-нибудь начните. У меня к вам предложение. Рационализаторское? Да, где-то. Я вас слушаю. Сейчас момент. Простите, ради бога. Алло. Это вас. Меня? Женский голос. Нет, это детский. Это Вовка. Они у меня... Одни остались. Мало ли что может случиться. И я дал вам их наш... Пожалуйста. Извините. Алло. Вова, что случилось? Какая краска? Зачем вы полезли на балкон? Живо ложитесь спать. Не звоните больше. Оставьте краску. Приду, убью обоих. И все затру. Не звони. Извините, Людмила Прокофьевна. Это... Они... Вообще-то они у меня смирные. Что-нибудь случилось? У них краски не хватило. Какой краски? Зеленый. Я купил зеленую краску. Зачем? Покрасит балкон, а они покрасили на кухне дверь. Не хватило. На чем мы с вами остановились? Ой... Мне собираешь сделать какое-то предложение. Я? Нет? Да. Но я... Я только не знаю, как вы к этому отнесетесь. Ой, ну говорите же, ей богу. Не томите. Вы меня уже заставили волновать. Да, я тоже. Я совершенно... Вот видите... Жарко. Запотел весь. Водички можно у вас попросить? Вот есть боржом. Давайте. Или лимонад. Давайте лимонад. Вам налить? Да, пожалуйста. Большое спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Ну, я умоляю. Сейчас, сейчас, сейчас. Уважаемая Людмила Прокофьевна. Нет. Дорогая Людмила Прокофьевна. У меня дети. У меня их двое. Мальчик и... Тоже мальчик. Два мальчика. Вот, это абуза. Господи, как вы можете так говорить о детях? Ну, подождите, Людмила Прокофьевна. Да что? Не перебивайте, пожалуйста. Я и сам собьюсь. Вот. Вы кто? Вы замечательный директор. Вы очень талантливый руководитель. Вы эффектная женщина. Правда. Правда. Нет, нет, нет. Не спорьте. Это так и есть. Что вы? Я, кто я? Я рядовой сотрудник с рядовой зарплатой и сомнительной внешностью. Людмила Прокофьевна, пожалуйста, не перебивайте же меня. Не надо. Это не так. Нет, это так. Ну, я боюсь вас. Правда. Почему? Не знаю. Вот сейчас говорю, внутри все дрожит. Как обидно. 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 Я не смогу. Нет. Украсить вашу жизнь. И потом, зачем я вам сдался? У меня дети. У меня их двое. Мальчик и... Вы счастливы. Да. И где вы, мальчик? Нет. Давайте выпьем за вас. Ой. Ой. Что ж я надел? Вы не сделали ничего особенного. Вы испортили мне новое платье. Нет, это надо. Это солью надо. Окрашное вино не отмывается. Где у вас соль? Нет, это отмоется. Я говорю, снимайте платье. Живо. Живо снимайте. А, не, 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 не сейчас. Ой. Что же вы говорите? Снимайте. Нет, это я не подумал. Людмила Прокофьевна, я сейчас найду. Анатолий, перестань. Не снимайте платье, пожалуйста. Ну прекратите, прошу вас. Я все равно носить его не буду. Быстренько садитесь. Я сейчас посыплю вас солью, и все сойдет. Только посидите. Ну оставьте его в покое. А потом вы... Вот оно проклятое, это платье. Черт с ним. Вы мне завернете его с собой. Я возьму его с собой. Простерну его в новости. Ну, ей-богу, если бы сию секунду не замолчите, я зажгу это платье на ваших гостях. Я простерну. Анатолий Ефремович, я так взволнована вашим признанием. Ну какой же вы рядовой. Господи, вы такой симпатичный вовсе. Вы симпатичный, а я напротив... Зачем я вам? Минуту, секунду. Подождите, не перебивайте. Прошу вас. И перейти тихо. Ничего не говорите. Я вас слушала внимательно и ни разу не перебила. Дайте же сказать и мне. Анатолий Ефремович, я вся в работе. Жизнь моя уже как-то устоялась, сложилась. Я старый холостяк. Я привыкла командовать. Я очень вспыльчива и могу испортить жизнь любому. Даже очень симпатичному. Но это дело даже не в этом. В том, что я вам не верю. Почему? Ну не верю. Дороже вас у меня. Вот уже несколько дней никого нет. Вы мне тоже стали очень дороги и я думаю о вас даже чаще, чем это позволительно. Но это не имеет значения. Нет, имеет. Подождите, не перебивайте меня. У меня в жизни уже была одна печальная история. Ходил ко мне один человек, долго ходил, а потом женился на моей подруге. Вот. Я не собираюсь жениться на вашей подруге. Вам это и не удастся. Я ликвидировала всех подруг. Я ее уничтожила. Но это вовсе не значит, что я готова выйти за вас вот так из бухты. Рахты скоропалительно. Подождите, простите, я не понимаю. Я ничего не соображаю. Вы мне отказываете? Нет, да. Вы согласны? Ой, я сама не знаю. Алло. Да, Вова. Давайте. Пожалуйста, Вова. Ну что такое, а? Что такое? Что-нибудь случилось? Да. Что? Они спустили кошку в водосточную трубу. Господи. Куда? В Людмину? Идемте же. Идемте же, спасайте кошку. Пути profiles к теплому для встречи. Идем스트�ы. Домни vine Sapp 윤 agora. Димитmay. Прямо что-нибудь уже забывайте. Вы говорите. О, мой застенчивый герой, Ты ловко избежал позора, Как долго я играла роль, Не опираясь на партнёра. К проклятой помощи твоей Я не прибегнула ни разу. Среди кулис, среди теней Ты спасся, незаметный глаз. Но в этом сраме и бреду Я шла пред публикой жестокой. Всё на виду, всё на виду, Всё в этой роли одинокой. О, как ты гоготал, Портер, Ты не прощал мне очевидность, Бесстыжию моих потерь, Моей улыбки без обидности. И жадно шли твои стада Напиться из моей печали. Одна, одна, Среди стыда Стою с упавшими плечами. Но о прометчивой толпе Герой действительный не виден. Герой, как боязно тебе, Не бойся, я тебя не выдам. Вся наша роль, Моя лишь роль, Я проиграла в ней жестоко. Вся наша боль, Моя лишь боль. Но сколько боли, Сколько, Сколько. Оленька, а я тебя здесь жду. Как живёшь, Оленька? Лучше всех. Я сообщаю тебе об этом каждый день в письменной форме. Милый, добрый, славный мой человечек. Что с тобой, Юра? Ты что, заболел? Оленька, Оля, подожди. Оля, не иронизируй, Оля. Я твои письма читаю, как поэму. Мне даже в голову не могло прийти, что ты можешь так писать. Я их всегда ведь с собой ношу. Ты не беспокойся, я тебе больше писать не буду. Знаешь, верни эти письма мне. А ты вдруг потеряешь, или жена найдёт, сцену устроит. Прости меня. Невероятно. Здравствуйте. С шести утра я сегодня пытаюсь содрать эту отвратительную зелёную краску. Я и ножом, я и мылом, и наждаком ничего её не берёт. Представляешь, какая у нас отечественная краска. Ничего её не берёт. Здравствуйте. Завтра мой Алексей возвращается здесь Сентуков. Я очень рада. Я тоже рада. Передай ему привет. Угу. Он у тебя замечательный. Замечательный я. Приезжай к нам в воскресенье с ребятами. Обязательно, спасибо. Угу. Вот смотрю на вас, Верочка, и думаю. Будь я полегкомысленнее, я бы... Ух! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Говорят, это Кардена. Всего 50 рублей. Спасибо. Пишите приказ. Ну, значит... Начальником отдела легких промышленностей Закладом. Согласно штатному расписанию. Подпись моя. Кого? Вы не сказали, кого? Не сказала? Новосельцева? Анатолий Ефремович. Верочка, вы сегодня обворожительный, извините, я без стука. Откуда? И прошу никого не пускать, у нас совещание. Красная, знаменная, С небосмейная. Да-да? Алло. Ее нет и сегодня не будет. В дальневосточная. Даешь отбор, даешь отбор. Чтобы твои министры нам не мешали. Садитесь, товарищ Новосельцев. Я запер дверь. Присаживайтесь, пожалуйста. Прошу вас. Нет, это я вас прошу, пожалуйста. Садись, тесь. Я купил два билета. Но не в театр, а в цирк. Вы любите цирк? В моем кабинете не принято сидеть на столе. Простите, понятно. Я думал, на меня это правило уже не распространяется. Хочу вас поздравить, товарищ Новосельцев. Я долго подбирала кандидатуру и пришла к выводу, что лучше и мне не найти. Решительный, знающий, энергичный, предприимчивый. Еще какой предприимчивый. Еще какой предприимчивый. Короче говоря, я уже подписала приказ о вашем назначении начальником отдела. За что? Что я вам такого сделал плохого? Вы отказываетесь. Нет, я просто не хочу, чтобы меня назначали таким тоном. Другого тона вы не заслужили. Почему? В чем дело? Что произошло, пока я бегал за этими билетами? Это произошло много раньше. И я отдаю должное вашей изобретательности. Какой? Я ничего не изобретал. Не скромничайте. Как же приударить за мной, чтобы получить должность? Разве это не блестящая идея? Фух. Ну, я так и знал, что все это плохо кончится. Ну, конечно, я не имел права ухаживать за вами ради карьеры. Но я же не знал тогда, что влюблю вас. Вы даже не представляете, как я тогда был далек от этого. Ай-яй-яй-яй. Вы страшный человек, Новосельцев. Я? Да. Да, вы. Ваш поступок не имеет названия. А вы даже не понимаете, насколько гадко и мерзко вы поступили. У меня есть смягчающее обстоятельство. И люблю вас. Люблю. Я вам не верю. А Смахвалову поверили? Ну, ладно. Хватит, идите работайте. У вас теперь новая интересная должность. Она потребует от вас много умения и сил. Вам надо сосредоточиться. Вы ведь добились того, чего хотели. А как же цирк? Цирка мне вполне хватает в жизни. Может быть... Нет. Не может быть. Тогда я отказываюсь от должности. Она мне достается слишком дорого. Опять вы врете? Нет. Мне не до вранья. Ну, ладно, хватит. Ступайте. Меня эти нюансы больше не интересуют. Идите на ваше рабочее место. Где приказ? У секретаря. Пожалуйста, дайте мне приказ о моем назначении. Пожалуйста. Спасибо. Приемная Калугиной. Нет, я еще не забыла твой голос. Узнаю. Ты знаешь, я понял, из-за чего вы с тобой разошлись. Нам нужен ребенок. Ты хочешь, чтобы у нас был ребенок? Да. И как можно скорее. Но я не могу сейчас. До конца работы еще два часа и Калугина тут я не могу уйти. Что ж ты не здороваешься, Толя? Если хотите, здравствуйте, Юрий Григорьевич. Я бы хотел, чтобы между нами не было никакой неопределенности. Между нами, по-моему, все предельно ясно. Слушай, я должен тебе сказать, хотя мне это и нелегко, ты молодец. Я тебя зауважал. Ты меня стукнул по заслугам. Далеко пойдете. Людмила Прокофьевна. Людмила Прокофьевна. Тут вот Новосельцев оставил заявление об уходе. Ты в самом деле решил уйти? Да, ты знаешь, нашел другую работу. При этом с домом, оклад побольше. Да и работа помасштабнее. Ты что думаешь, я ничего не понимаю? Ты же решил уйти из-за нее? Пригласите Новосельцеву к ней, Вера. Анатолий Ефремович, зайдите к Людмиле Прокофьевне. Вызывали? Ознакомилась с вашим заявлением, товарищ Новосельцев. Весьма своеобразно ознакомились. Ну что ж, нет ничего проще написать второе. Ваше новое заявление постигнет та же участь. Напишем третье. Четвертое. Пятое. Не буду работать под вашим началом. Не хочу и не буду. Будете, товарищ Новосельцев. Будете, еще как будете. Я вас не отпускаю. Вы ведь у нас незаменимые работники. Незаменимых у нас, как известно, нет. Найдете себе более порядочного, более честного, который не врет. Вы тоже, видимо, рассчитываете найти себе другую начальницу. И помоложе, и покрасивее, не так ли? Да, так ли. Тем более, что это не проблема. Вы все время врываетесь в мой кабинет для того, чтобы оскорбить меня. Это, видимо, доставляет вам особую радость. Вы меня вызываете в свой кабинет, отрываете от работы. Я вас не вызывала. Нет, вы меня вызывали. Идите себе работайте. Кто вас задерживает? Я вас не задерживаю. Вы не подписываете мое заявление, я не могу получить расчет. Пишите. Я его завизирую. Пишите, я сделаю это с большим удовольствием. Не сомневаюсь. Не торопите меня, я не пишущая машинка. Я с удовольствием избавлюсь от вас. Вот, пожалуйста, написал. Кстати, я надеюсь, материально вы не очень пострадали? Нет, конечно. Билеты в цирк не пропадут? Безусловно, я загоню их по спекулятивной цене. В вашей практичности я нисколько не сомневалась. Вы проницательны, товарищ Калугин. Почитаем по любопытству. Что такое? Какая досада. Составлено неверно. Что вы говорите? Тут не указана причина вашего угода. Любая ревизия обнаружит, что я отпустила ценного работника без видимой причины. Так, и вам не жаль бумаги, да? Нет, мне не жаль бумаги. Наша бумажная промышленность работает превосходно. Мне не жаль бумаги. Пишите, пишите. Пожалуйста, побыстрее. У меня куча дел. Ничего подождет ваша куча. Ничего с ней не сделается. Побыстрее прошу? Не умею, к сожалению, быстрее. Плохо учились в школе? Я так и знала, что вы бывшие двоечники. Оставим в покое мое темное прошлое. Пожалуйста. Любопытствуем. Сделайте одолжение. Стало быть, вы уходите. Я ухожу, а вы остаетесь. А я остаюсь. А вы остаетесь. Вы уходите, по какой же причине? Вы уходите? Вы почитайте, там все изложено. Вы уходите. Вы уходите, потому что директора вашего учреждения, Калугина... Ну, смелее, смелее. Самодур? Угу. Самодура. Так. Какой вы внимательный, чуткий, душевный человек. Перестаньте, наконец, надо мной издеваться. Скажите, пожалуйста, какая царца. Да, царца! Как вы оригинально и замечательно ухаживаете. Но ничего не скажешь. Вы настоящий современный мужчина. Какое вы право имеете меня так оскорблять? Скажите, пожалуйста. Если вы директорша, вы думаете, все можете себе позволять? Уничтожать, топтать. Вас, да. Бить, да. И будет мало. Хамить. Мымра! Вот, 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 мымра есть. Мымра, да? Товарищ министр, министр, что вы делаете? Людмила Проховна? Ой, больно же! Только не этим, Людмила Проховна, умоляю! Вот этим, пожалуйста. Это можно. Вот так, только осторожно. Я вас прошу, вот так. Раз, вот так. Ой-ой-ой, хватит. Все, хватит. Все. Пожалейте. Вы же меня так убьете. Ничего. Вас не убьешь. Вот. Товарищеский суд, пожалуйста, представителя товарищеского суда. Я вынужден защищаться. Берегитесь. Осторожно. Вы топчете собственное пальто. Не поможете. Не поможете. Меня оставьте. Я умоляю, вы изувечите ценного работника. Страна останется без кадров. Не бейте меня по голове. Это мое больное место. Что вы делаете? Вера, спасайте отца от двух детей. Что вы делаете? Лежащего не пьют. Ой, это тоже больное место. Вера, помогите. Вера, он назвал меня мымры. Секунду. Оставьте Веру на место. И не трогайте больше руками. Ой. Ой. О, вы, хранящие любовь, невидомые силы. Пусть невредим вернется вновь, ко мне мы кто-то милый. Со мною нет кого-то, а где найти кого-то, могу весь мир и обойти. Чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то, могу весь мир и обойти. Эй, что же я тебя покалечу! Эй, ненавижу! Пусти! Пусти, сейчас я ненавижу, ненавижу. Куда едем? Прямо.